Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова И масса информации пройдет в очень таком масштабном плане, потому что перед нами стоят очень высокие амбициозные задачи. Мы встречались с Дмитрием Евгеньевичем Глушко, он не просто наш земляк, переживающий за образование в Республике, в Российской Федерации. Он оказал очень большую методическую поддержку, советами своими. Ну и министерство очень высоко поддерживает эти школы. Надо напомнить, что сеть школ президентских была создана указом первого президента Республики Саха-Якутия в 1997 году, указом номер 60, с очень хорошими целями. В целях поддержки развития школ нового типа удовлетворения образовательных потребностей населения Республики в качественном дифференцированном образовании. Вот создана была такая сеть, первая сеть лицеи, гимназии. И вот Александр Васильевич представляет именно одну из таких школ. Он, наверное, один из первых выпускников, не выпускников. Тот, кто в том числе стоял и у стоков создания этих школ. Эти были авторские школы в 1997 году. Вы сами знаете, в какой стране тогда и дефолт, кризисная. А вот в Республиках Саха-Якутия тогда надо было захватить людей идеями хорошими, создание новой республики. И образование стало одним из таких национальных идей, стратегий развития. И вот в таких очень сложных экономических, социальных, политических условиях учителя создают новую систему образования. Вот здесь очень бы я хотел попросить Александра Васильевича, вот как все-таки, какие цели были поставлены перед образованием. И как все-таки вот создали такое якутское чудо, когда республика поставила цель и задачи 100% поступления в высшее учебное заведение. Таких целей амбициозных тогда не ставили. Александр Валерьевич. Ну, вспоминая те времена, это как раз в 95-х, 4-х, 6-х годах где-то вот как раз в это время начали создаваться лицеи гимназии. В разных уголках нашей республики. И вот в 97-м году, как раз когда создавалась сеть президентских школ, тогда вот действительно ощутилась большая поддержка нашего президента Михаила Ефимовича. Вот, и вышел некий прорыв тогда в образовании. Вот, хотя было действительно, как говорит Юрий Иванович, трудные времена. Но образование тогда было очень, скажем так, мотивированное и ставило такие большие задачи. Одним из таких задач это было поступление наших выпускников в центральные вузы. Вот, и тогда, как бы, администрацией школ, вот этих сетей президентских школ, был дан, как сказать, карбанш для того, чтобы они сами написали себе программу, сами именно выявили векторы своего развития. Вот, и тогда, вот именно в те времена, эти школы стали локомотивами тех, которые, тех школ, которые были в УЛУЗах. Вот, тогда действительно был некий упадок. Вот, и глядя вот на эти школы, глядя, что все-таки, хоть и в трудных условиях, но можно, чтобы наши выпускники, сделать так, чтобы наши выпускники поступали в центральные вузы. Вот, и создание этих школ, этих школ, как раз и, наверное, явилось подспорьем по обновлению материально-технической базы школы. Вот, и очень много тогда, тогда, скажем так, проекторы были очень дефицитными. Вот, ну и вот у нас начали появляться тогда проекторы, новые компьютеры, вот, какие-то новые технологии. Ну и мы не забывали тогда про педагогические технологии, вот, которые мы на самом деле и до сих пор ими используемся, их используем, хотя, как говорится, наш вездесущий ФГОС в данное время, но эти технологии до сих пор мы используем и используем успешно. Вот, ну и придя вот до этого времени, все-таки школы, гимназии, лицеи до сих пор остаются локомотивами, которые являются именно в УЛУСах показателями качества, качества образования, учащихся. Ну и не секрет, скажем, мы с гордостью можем заявить, что, в принципе, наши выпускники, вот, которые выпускались в те годы, стали сейчас успешными. У нас есть и те, которые работают в правительстве республики, у нас есть и те, которые являются, возглавляют и УЛУСы, возглавляют и наслега УЛУСов. Вот, поэтому мы думаем, что тогда вот действительно это было хорошее вложение в образование вот со стороны именно правительства республики, именно конкретно Михаила Ефимовича. Он у нас, ну, как мы все знаем, он у нас дальневидный человек, поэтому он вложил в это очень много, и, наверное, эти плоды мы сейчас как раз и пожинаем. Да, это был удивительный феномен, потому что перед системой образования не ставились такие задачи, стопроцентное поступление в УЗ, и вот эти школы за очень короткий период, они справились с этим. Здесь огромная роль учителей и первых директоров. В Октемском лице, вот помню, Валентина Петровна Наговицына, которая вот очень хорошо установила связь с Московским университетом, с МГТУ имени Баумана, их профессура приезжала, а сколько кандидатов и докторов наук в школах было подготовлено. Александр Васильевич, вот, наверное, помню те годы, когда вот часто выезжали, методические семинары, потом сколько эти сами учителя это все делали, и первый директор вот намской гимназии тоже один из... Валерий Николаевич Буков. Да, один из выдающихся управленцев и идеологов системы образования, который вот на республику очень сильно повлиял. Безусловно, вот, как Александр Васильевич сказал, пример этих школ послужило тем, что многие школы нашей республики поверили в себя и начали соревноваться в хорошем плане, и поднялись выше, и даже в кое-каких показателях сегодня эти школы, многие другие, вообще образовательные школы догоняют лицеи и гимназии. Это очень хороший пример, когда вот существует такая здоровая конкуренция развития. Но, тем не менее, лицеи и гимназии по сегодняшний день остаются вот теми локомотивами. И поэтому, придавая дань уважения истории, прорывным идеям, мы создали сеть на основе президентских школ и назвали его «Сеть школ первого президента». Это идея первого Михаила Ефимовича. Так что коллективы этих школ, они справились с поставленными задачами, и мы сегодня разработали новую стратегию развития до 2032 года, основываясь на ключевых стратегических документах, которые поставил перед системой образования Айсен Сергеевич в своем указе о стратегическом направлении развития образования республики номер 190 от 22 ноября 2018 года. Также наш президент страны в майском указе номер 204, в национальных проектах образования. Мы все это проанализировали, проанализировали свой опыт связи и разработали свою стратегию. И с завтрашнего дня мы начинаем обсуждение вот этой большой программы с участием министра образования Федоса Васильевна Габышева, который также является одним из ключевых элементов министров, которые вот самые, так скажем, подъемные годы развития нашей сети, вот была министром, поддерживала эту систему. Поэтому огромное подспорье, и мы ведь очень хотим, мы объединились, и хотим сделать прорыв в Улусах, эти школы большинство находятся в Улусах, в сельской местности, и не только вот только ради себя, в том числе для всей системы Улуса стать локомотивами и предложить. И поэтому у нас очень большая, обширная программа, мы хотим обсудить качество образования в наших школах, что мы для этого можем сделать, какие новые методы существуют для раскрытия талантов, одаренности каждого ученика. Наши школы сегодня не только вот принимают по экзаменам вступительным, но большинство школ у нас сельские, поэтому там принимаются вот по прописке, и эта задача стоит у нас очень важная. Кроме этого у нас есть авторские учебники, как развить свои авторские методики, чтобы они были лучше, отвечали времени, требования были современными. Кроме этого, мы вот одним из первых в республике создавали школьные технопарки. Это вот в Амгинском лицее, в Актёмском, вот в Намском гимназии, в Маинском лицее. И мы с прошлого года начали выиграть большие гранты, и здесь большую помощь нам оказывает целевой фонд будущих поколений. В прошлом году он открыл технопарк школьный при Маинском лицее, в этом году при Актёмском лицее. Ну и в дальнейшем, мы надеемся, во всех улусных центрах такие технопарки появятся. Они очень интересны, когда ребенок приходит со своей идеей, и в этом создана огромная хорошая инженерная и техническая среда, он может сделать там свой какое-то изобретение, проект и так далее. И для этого мы будем создавать систему. И вот одним из ключевых проектов нашей сети является система менеджмента качества, как основу управления качеством образования. Эта идея разработана в том числе Александром Валерьевичем. А вот мы как раз и послушаем Александра Валерьевича после рекламы. Мы уйдем буквально на две минуты, и нас не теряют слушатели и зрители. Скоро вернемся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск. Сегодня» и в нашей студии руководитель научно-образовательного центра Академии наук Республики Саха-Якутия Юрий Семенов и директор Намской гимназии Александр Новгородов. Говорим мы про Олимпиаду, которая стартовала сегодня. У меня научную олимпиаду, в ней участвуют учащиеся, которые стали лучшими. И я бы хотела спросить о том, что кроме тех людей, которые принимают участие в этой олимпиаде, вот обычным людям, чем она может быть, обычным ученикам, обычным учителям, чем она может быть полезна? И вот нашим слушателям, зрителям, которые сейчас с нами вместе в эфире. — Да. Ну, во-первых, хочу сказать, обычных учеников не бывает. Все ученики очень интересные, одаренные. — Но не все же в олимпиаду идут. — Не все участвуют в олимпиадах, но те, кто не участвуют в олимпиадах, они участвуют в конференциях, научно-технических конкурсах и так далее. Да, в олимпиадах участвуют. Это углубленное изучение предметов, творческий подход. Там, конечно, участвуют те дети, которые прошли, так скажем, школьный уровень олимпиады. И вот сейчас участвуют на лицейских олимпиадах наших для проверки тех своих знаний, потому что там задачи составляются учеными, очень большими, так скажем, совершенно иного уровня. Когда там на 4 часа буквально дается 4-5 задач, которые нужно решить. И не всегда успевают, будет очень хорошо решить одну задачу. То есть это совершенно, так скажем, творческий, нетривиальный, нестандартный подход. И вот благодаря этим задачам дети учатся творчески мыслить, по-другому видеть мир, ставить перед собой другие задачи и раскрывать свои, так скажем, потаенные потенциал мышления, логического мышления. А что касается остальных участников, они, конечно, на этом примере, все дети всегда соревнуются, как будто ни было. На этом примере у них рождается, это научно доказано, педагогически доказано. Стараются все-таки вот как-то повысить свой уровень потенциала, чтобы в будущем принять участие, особенно те, кто обучается в младших классах. Ну вот, например, сегодня наши слушатели могут позвонить и спросить у вас о том, как помочь своему ребенку, не знаю, этот дух приобрести, такой дух победителя. Или вот если, допустим, он, например, не очень хорошо учится, как помочь ему повысить успеваемость. Ну а с другой стороны, может, и не надо, чтобы все хорошо учились, пусть будут. Вот, если я хочу спросить у действующего учителя, у директора, как в такой ситуации? Ну, это же как бы не одним днем все делается. Это нужно ребенка подвести именно с младших школьников, для того, чтобы он заинтересовался, заинтересовался наукой, заинтересовался вот этим соревновательным именно моментом в Олимпиадах, вот, чтобы он сам умел развиваться. Это, конечно, большое влияние тоже и родители оказывают на это. То есть успешность дома и успешность вообще в обществе, вот это тоже большое подспорье. Вот, но, конечно, мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы раскрыть любого ребенка. Для этого создаем все условия. И вот как раз мы начинали говорить о системе менеджмента качества образования. Еще чуть-чуть вас перебью, я слушателям, которые вот родители, телефон, я хочу напомнить, прямого эфира, зрители их видят, а радиослушатели, напоминаю, 32 00 66, 32 11 66, в нашей студии два преподавателя, у которых уже вообще карьерный рост там и опыт большой, поэтому можете звонить и спрашивать какие-то вопросы касательно обучения, учебы. И я вас перебила, пожалуйста, продолжайте. Ну вот, мы буквально четыре года работали над этой системой. Как бы идею нам подала наша научная руководитель Светлана Васильевна Федорова. И вообще система менеджмента, она в мировой практике, это получение сертификата качества, так называемого, это в больших фирмах, такие как Алроса, Якутская Энерго, вот это в больших фирмах все развито. И мы решили эту систему примерить на себя. Вот, и четыре года мы над этой системой работали, и буквально вот на днях мы на форуме СВФУ его презентовали, как бы. И в УЛУСе тоже у нас этот опыт распространен. Мы рассказали, как мы работали над этой системой. Очень много работы, конечно, ждет еще дальше. Вот, ну а мы именно хотели создать три составляющих образования, это учащиеся учителя и родители, именно соединить, чтобы было качественное образование, чтобы вот как раз про тот вопрос, который вы говорили, как стать успешным. Вот именно чтобы все вот эти вот три составляющих работали на это, но именно на успех. Вот, ну если о ней расскажут, очень долго, наверное, будет. Поэтому я так на основных моментах остановлюсь. Это, во-первых, у каждого ребенка есть свои показатели, свои процессы, над которыми он должен работать. У учителей то же самое, и у родителей то же самое. Вот, то есть мы составляем план. У нас на каждый год новые именно показатели, новые процессы, над которыми должны будем работать. И мы вот каждый год объявляем тоже, как и вот уже модно стало, да, в России, там, у нас в республике. Мы объявляем разные года. В прошлом году у нас был год качества. В этом году у нас мы опередили немножко нашу республику. Мы в сентябре месяце именно годом здоровья тоже объявили. Вот это все как бы все совпало. До этого у нас был год индивидуальных достижений. То есть вот эти показатели из года в год у нас идут, и над этим мы всем коллективом вместе с родителями, вместе учащимися и работаем. Я вот еще относительно успеха хотела спросить. Вот бывает, что ребенок вот он идет, успешен, успешен, участвует в каких-то олимпиадах, занимает какие-то призовые места, а потом бывает так, что вот, ну, неудача какая-то, не выходит он. Бывает же такое, да? Выбивает из коллеги. В тройку или в пятерку лидеров. И я слышала, что очень сложно ребенку перестроиться. То есть для него это такой сильный стресс. Он уже привык, что вот все внимание сфокусировано на него, что он лучший. И вот в какой-то момент, как здесь вести себя родителям, как поддержать его, и вообще, как с самого начала настроить, что, в общем-то, он не должен, он не обязан быть всегда лучшим. И он любой всегда будет, у него будет всегда поддержка его родителей, учителей и так далее. Потому что психологически, наверное, это сложно. И потом же тоже уже, ну, можно в какой-то момент сломаться. Невозможно же всегда быть первым и вот нести этот вымпел победы. Ну, вот правильно говорят, что ребенок успешен во всем. Да, вот как бы на самом деле это все комплексное. Как говорится, комплексная терапия на самом деле. И это изначально надо будет его в это погружать, именно с младших школьного возраста, что, возможно, будут такие моменты, когда будет тяжело, трудно. И это ему объяснять. Для этого есть у нас психологи, которые работают. Для этого у нас есть тоже квалифицированные учителя, которые ведут этого учащегося тоже по определенным олимпиадам. И для этого, конечно, должны создаваться определенные условия в семье. Поэтому это тоже не один день работы, тоже не один час, как говорится. У нас есть вопрос от слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Мы в этом году идем в первый класс. Да. И вы кого можете порекомендовать русскоязычные? А вы представьтесь, пожалуйста. Кирилл Альбина Патевна. Да, Альбина. Откуда вы? Вы из Якутска. Я в городе Якутск. Вы нас слушаете или смотрите? Да, я вас слушаю, я вас вижу. И тем, вот, прямо ее перейдет, если у вас номер вышел. Хорошо, спасибо вам за вопрос. В Якутске очень много хороших школ. Кстати, это же на самом деле вообще проблема, да, вот выбрать хорошую школу, хотя, с другой стороны, прописка, и там, в общем-то, особо не разбежишься. Ну вот, на самом деле, да, все по прописке. В Якутске очень много хороших школ. В начальной школе, наверное, самым ключевым является педагог. Выбор по педагогу. Поэтому мы можем рекомендовать вам найти подход именно с точки зрения педагога. Очень хорошая, сильная начальная школа – это Якутская городская национальная гимназия. Это Якутская городская классическая гимназия. Вот. И, конечно же, наш Якутский педагогический колледж также имеет свои начальные классы, тоже очень интересные, со своим новым метапредметным подходом обучения. Так что выбора, на самом деле, огромное количество. Надо подходить не только к школе, но подходить к конкретному учителю, потому что здесь очень большая роль, безусловно, учителя. Но вот те школы, конечно, являются передовыми, по крайней мере, по той информации, которая у меня есть. Но есть же все равно такое, да, что вот, ну, престижно где-то более престижно, что ребенок обучался где-то менее престижно. И иногда могут, правда, и не особо учитывать, да, что вот главный учитель. И как вы считаете, на ваш взгляд, верно ли такое мнение, что если у ребенка не сложились взаимоотношения с учителем, тем более, если речь идет о начальной школе, где один преподаватель, то школу нужно менять. То есть не работать над тем, чтобы как-то вот пытаться склеить этот контакт, который не получается, да, а просто, раз ребенок не хочет, например, ходить в школу, не заставлять его идти туда, где ему быть не хочется, потому что, ну, уже если в каком-то моменте сломано настроение, то как вы считаете? Александр Ильич, я надеюсь, ответит. Ну, во-первых, вот по первым классам, нынче у нас правила изменились, приемы, вот, немножко расширили срок приема заявлений в первый класс. Поэтому, в принципе, как бы тут что можно порекомендовать? Конечно, идут на учителя, но, соответственно, ваше вот месторасположение, где вы живете, будет тоже на это влиять, скорее всего. Вот, а по именно тому, что... Если конфликт. Да, если конфликт интересов. Конечно, тут, во-первых, надо тоже комплексно подойти, тоже, наверное, разговаривать с родителями и так далее, но все-таки, как бы, мы вот со стороны школы стараемся этот конфликт или вот эти вот какие-то разногласия уладить. Вот, ну, различными способами, то есть ко всем один метод все равно не применим, мы ко всем стараемся подходить именно к комплексу. А у нас же как-то заведено, что вот все равно как-то учитель прав, и нужно слушаться, и по типу, и все. А вот у вас вот такие вот... У нас такого нет однозначно. Мы очень хорошо работаем с родителями, вот, как Александр Васильевич говорит, у нас очень хорошо развита школа на примирение, школа вот... А такие школы есть? Есть такие школы. У вас есть? Да, внутри. Внутри, внутри школ, и они очень хорошо работают, социальные педагоги прямо на это направлены. Когда возникают такие проблемы, необходимо сказать, что невозможно всю жизнь избегать, невозможно всю жизнь избегать проблем, переходить с одного... Не бывает же так, что здесь не понравилось, да перееду, перееду, поэтому стараться избежать. Такие и были в моей директорской... Кстати, да, будет же привычка, здесь сложно, надо сразу уйти, да? Так, чтобы такого не было. И учитель должен... Учитель прежде всего должен пойти навстречу. Я всегда об этом говорю. Родители тоже должны понимать, что осуждать учитель, обсуждать, сидеть за столом, говорить о нем плохо, ни в коем случае нельзя. Успех ребенка – это три составляющих. Сам ребенок, учитель и родитель. Родитель – это первый учитель, и учитель на всю свою жизнь. Я наблюдал и работаю более 8 лет с одаренными детьми, изучаю теоретически, практически, и могу авторитетно, с уверенностью, со всей научной точки зрения сказать, что родитель – это один из самых главных факторов успеха любого ребенка. Согласна. Мы скоро вернемся, на две минутки уходим. Не теряйте. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. У нас остался последний третий блок. Надеюсь, мы успеем все те вопросы обсудить, которые запланировали. В нашей студии сегодня руководитель научно-образовательного центра Академии наук Республики Саха-Якутия Юрий Семенов и директор Намской гимназии, учитель года 2009 года Александр Новгородов. Говорим мы о том, что учение – свет. И во время обучения очень важно, чтобы родитель был рядом со своим ребенком. Но тогда, если вернуться к предыдущему нашему примеру, если вдруг произошел какой-то конфликт у ребенка с преподавателем, вот вы говорите, нельзя как-то его настраивать против преподавателя, нельзя говорить ничего плохого, это дома за столом. Но, опять же, нейтралитет – это тоже как-то так спорно. Игнорировать какие-то вещи, если, допустим, учитель где-то неправ, по мнению родителей, замалчивать, на мой взгляд, я не настаиваю, послушаю ваше мнение. Мне кажется, тоже неверно. И я думаю, что самое важное в любой ситуации – это поддерживать своего ребенка, даже если он неправ. Потому что перед ним два взрослых человека, на которых он смотрит снизу. Ему и так страшно. И если еще один из этих людей, самый близкий родитель, берет и поддерживает вообще чужого человека, практически учителя, то у ребенка просто паника. И в такой момент, мне кажется, могут сломаться не просто взаимоотношения родителя, ребенка и учителя, а просто вера и вообще в то, что тебе могут взрослые помочь. И с доверием будут точно проблемы. Вы так не считаете? Конечно, мы так считаем, но надо здесь сделать ремарку, что поддерживать ребенка, когда он неправ, идет смысл в том, поддерживать его, так скажем, с точки зрения психологичной, не поддерживать его неправоту, а поддерживать его самого. И постараться объяснить, в чем он неправ, как он это сделать, как выйти из этой ситуации и так далее. Но он никогда не должен видеть борьбу между учителем и родителем, как он слепо защищает своего ребенка. Очень часто такие конфликты бывают. И ребенок, у него складываются ложные представления, что можно вот и обмануть, и сделать неправильно, а за тобой всегда кто-то будет стоять. А на любую силу найдется другая сила. Такого быть не должно. Всегда стараться найти конфликт. В этом конфликте пути решения, они всегда есть. И с точки зрения поддержать своего ребенка, это безусловно. И учитель обязан также поддерживать ребенка, стараться из любой конфликтной ситуации выходить. А если уж конфликт сложился таким образом, что невозможно решить между учеником и учителем, между родителями и учителем, тогда на это есть мысль директора, завучи. И мы стараемся здесь быть третейскими судьями. И, конечно же, всегда интересы ребенка должны стоять первым. Потому что человек, который, личность, которая формируется, не всегда все понимает. Проблема, тихотомия добра и зла у него всегда на грани. И тут ему объяснить, как правильно подойти, как грешить. Я всегда говорю учителям, учитель как священник, мягче вата, слаще сахара. Он должен приманить ребенка в хорошем смысле этого слова. Он должен поддерживать его во всем. Объяснять, как церковно служить и пропагандирующий свое просвещение, добро и светлое, он должен идти к родителям, объяснять, что ребенку нужно поддерживать, с ребенком нужно быть и так далее. И здесь вы подняли очень большой вопрос о профмастерстве учителя, педагога. Мы очень много методических семинаров проводим, проверяем учителей, смотрим. А вот какие методы есть, в том числе стимулирующих учителей? Александр Валерьевич, вы один из создателей, больших заместитель председатель, если не ошибаюсь, клуба «Учитель года» с Юрием Васильевичем Канатовым, одними из тоже ярчайших личностей, вышедших из сетей президентских школ. Вот расскажите, пожалуйста, как работает клуб «Учитель года»? Ну, пользуясь случаем, я всем членам нашего клуба вам большой привет передаю. Вот, ну и наш клуб был создан, ну, идея этого создания этого клуба пришла нам с Юрием Васильевичем, когда мы были в Магнитогорске, когда увидели, как работают команды на конкурсе «Учитель года». Вот, и мы решили, что нам нужно будет тоже объединиться. У учителей вообще получается так, что когда он молодой учитель и переходит в стадию уже опытного учителя, когда возникают застойники, и вот именно этих учителей мы решили собрать под свое крыло и объединить, и очень много идей, очень много различных методик, очень много опыта мы объединили в едино, и сейчас наш клуб уже успешно существует, и мы проводим очень большие масштабные мероприятия, такие как «Тюмерфорум». Вот, мы неоднократно тоже к вам приходили в гости и тоже об этом говорили. Вот, и этот клуб, именно методически, совместно с «Учителями года» и клубами России, вот, мы проводим большие методические именно семинары для того, чтобы учитель дальше развивался. Вот, именно, чтобы помочь учителю выйти из этого застоя и чтобы мотивировать его на следующий шаг. И те, которые проходят через конкурс, не только их мы собираем под свой крыло, но и собираем тех, которые хотят развиваться, хотят дальше идти и повышать свое педагогическое мастерство. У нас есть еще фотографии, которые мы подготовили к сегодняшнему эфиру. Я бы хотела попросить режиссера, чтобы их показали, а вы прокомментировали, что на этих фотографиях. Потому что еще я хотела вообще... Вот это вот так называемое преодоление конфликтных, в том числе, ситуаций. Смотрите, любая совместная деятельность, она вот, чувство дружбы возникает. Здесь это школьные экспедиции, которые вот наша Академия наук, наш Академик Никита Горисович Соломонов со школьниками более 25 лет проводит экспедиции по изучению родного края. Здесь учителя. Прокоил Приманович Наговицын, это Ойская школа. По всей республике мы проводим такие вот Академии наук. Вот сеть школ первого президента проводит большие такие экспедиции, научно-исследовательские проекты, где учитель с учеником вдвоем не только преодолевают, так скажем, барьеры между собой, общение, а становятся настоящими друзьями, соратниками, товарищами в решении таких больших задач, научных задач, образовательных задач. Они не только на практике осваивают теоретически то, что зимой все это делали, но и собирают большой материал, в том числе благодаря школьникам были открыты очень уникальные палеонтологические находки, большое количество редких эндемиков, которые растут у нас в Якутии, потому что детский глаз, он очень прозорливый, очень шустрый, и вообще дети очень любопытные, интересные, и вот с помощью таких экспедиций мы решаем и социальные вопросы, и научные привития их интереса, и приобщение к науке и технике. Занятость. Занятость, да, то есть очень такие. И стараемся брать, кстати, детей в трудной жизненной ситуации, которые и с родителями какие-то проблемы есть, и материальные, может быть, проблемы есть. И вот таких детей мы социализируем, прививаем к любовь к науке, к образованию. И вот что касается качества образования. У нас есть один вопрос слушателя. Возьмем, да, тут от конца уже не так много времени остается. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот звоню насчет того, что, например, вот сын у меня в 10 классе учит, мы с ним очень хорошо общаемся, он всегда говорит, что учитель русского языка приходит на уроки, например, вот если настроение хорошее, то и оценки, и преподавание хорошее, а если настроение плохое, то держите все. Вот как с этим поступить, как с этим быть, потому что тоже на конфликт не хочется пойти. Спасибо большое за ваш вопрос. Мне кажется, очень хороший вопрос. И прям это потом на взрослую жизнь так хорошо может распространяться. У начальства хорошее настроение, значит, и подчиненные довольны. Есть такое, к сожалению, все мы с вами люди, все мы не без греха, но такое поведение, я считаю, крайне непрофессиональным, Александр Владимирович. Это однозначно. Просто это часто встречается, когда человек, вот учитель, он приносит с собой какие-то свои проблемы, потому что, мне кажется, у учителя это 100% должен быть свой психолог, с которым он идёт и прорабатывает, чтобы не лечиться, не травмировать зеркально учеников. Учитель, прежде всего, психолог. Прежде всего, психолог. А где же таких учителей-то так много набрать? Каждый обязан быть таким, и никаких настроений. Он всегда должен быть радостным, весёлым, с настроением, чтобы заражать энергией детей, позитивы и так далее. Вот где взять такого учителя? Как вы, вы же ещё в долгое время были директором. Да их много, их много. А Ктёмского лицея? Да, их много таких учителей, на самом деле. А вы много в своей жизни таких встречали, вот именно когда вы были учеником? Вы знаете, я встречал, я очень встречал много, да большинство таких, в принципе. Я вот не знаю, на самом деле, может быть, один-два встречал в своей жизни, но тем не менее большинство учителей, вы знаете, как они говорят? Вот мои дети, мои дети. Я говорю, так твои дети же совсем маленькие. А, это которых я родила? Нет, это моих детей, это я вот про школьников своих говорю, говорит. А это мои родные, это понятно. Учитель, он меньше думает о своих родных. Я сам, сын учителя, мы привыкали больше самостоятельность, потому что мама всё время заботилась о школьных учителях. Но здесь родители должны поговорить с учителем однозначно, и сказать, что такого подхода не должно быть. Я считаю, всегда должен быть диалог. Ничего в этом плохого нет. Надо, по существу вопроса, надо, наверное, вам подойти к учителю и найти время, и поговорить с ним отдельно, как бы узнать его позицию. Ну, конечно, мы понимаем, что учитель, он тоже человек. Есть такое понятие, как профессиональное выгорание. Поэтому, конечно, до конфликта, чтобы не доводить, можно просто сесть по-человечески, поговорить. Но не каждый учитель пойдёт на такой диалог, и потом он может, наоборот, воспринять штыки, и родители боятся делать какие-то замечания учителям, потому что где-то они думают, что это потом отразится на ребёнке. То есть не идут воспитывать учителя, уже вроде бы такой статус учителя. И тут пришли родители, допустим, которые, может быть, профессионально, по мнению учителя, не могут давать профстатус им советы. И это может, наоборот, ещё больше быть какой-то конфликт. Поэтому, допустим, наши слушательницы очень хорошо понимают, даже не стала спрашивать имя, потому что я понимаю, что боятся и не хотят конфликта. Что с этим делать по-другому, например, я не знаю. Я думаю, скорее всего, надо всё-таки попробовать пойти на диалог, но не прийти там с мечом и щитом, а именно прийти поговорить. Поэтому от этого тоже очень много будет зависеть, пойдёт ли на контакт учитель сам. Если, конечно, прийти и начать. А если не пойдёт, тогда, наверное, стоит идти и жаловаться тем, кто выше. Нет. Тут у нас выстроена своя система. Например, у нас в школе, если конфликт есть, идут к классному руководителю. Если классный руководитель не помогает, идут к заучу. Если зауч не сможет чем-то помочь, тогда идут уже к директору. По этой иерархической лестнице мы можем дальше продвигаться. Алгоритм, в общем-то, не новый. Большое вам спасибо за то, что вы сегодня были в нашей студии. Надеюсь, кому-то из наших слушателей мы помогли. И какая-то полезная информация для вас, слушателей и зрителей, прозвучала. Всем хорошего дня. И оставайтесь с нами на волне и на нашем телевизионном канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!